История любви. Виталий Соломин и Мария Леонидова. Характерный актер Виталий Соломин уверенно завоевывал сердца зрителей своими ролями. Просудительный доктор Ватсон соперничал по популярности с бесхарактерным ловеласом Вадимом из «Зимней вишни». В какой-то момент он стал похож на своего нерешительного героя, обманывающего супругу. Только в реальной жизни его жена не захотела играть роль жертвы. Ей хватило мудрости, терпения и любви, чтобы сохранить семью и вернуть едва потерянное счастье. Первый брак обаятельного актера распался после того, как он уличил свою супругу Наталью Рудную в измене. Он ушел из дома с одним чемоданом и твердо решил не связывать себя узами брака ближайшие 10 лет. Но как можно было сдержать данное самому себе слово, если на съемочной площадке городского романса тебя встретила милая, наивная и очень светлая девушка? Виталий Соломин, конечно же, влюбился. Но юная Мария Леонидова понравилась не только ему, но еще и режиссеру фильма Тодоровскому. Соломина не утвердили на роль, на его место взяли Евгения Кендинова. Однако Соломин не собирался сдаваться. Несмотря на то, что Мария симпатизировала именитому режиссеру, Виталий продолжал ухаживать за необыкновенной девушкой. Он летел к ней в каждую свободную минуту между гастролями и съемками. Он дарил цветы и пел серенады. Летом 70-го года в Одессе, где проходили съемки фильма, началась эпидемия холеры. Из города никого не выпускали и в город тоже нельзя было приехать. Актер стал писать возлюбленные трогательные и очень нежные письма. А потом была скромная свадьба в Ленинграде, куда Соломин вырвался буквально на несколько дней. Правда, бракосочетанию Марии и Виталия предшествовал ультиматум, поставленный актером. Научный и горьким опытом первого брака он запретил своей супруге сниматься, поставив ее перед выбором – или он, или карьера актрисы. Девушка сомневалась совсем недолго, тем более, что она и не помышляла о кино до своей случайной уличной встречи с ассистентом режиссера. Она училась в Мухинском училище, собиралась стать художником. Мария выбрала семью, и они расписались. Целый год они жили в разных городах – Виталий в Москве, а Маша в Ленинграде. Но затем разлука стала совершенно невыносима. Юная супруга перевелась в текстильный институт в Москве. Жили они в общежитии, где у них часто собирались веселые компании. Но Виталий как-то резко переменился. Он часто погружался в себя, мог за сутки не проронить и слово. Мария расстраивалась и приставала к мужу с расспросами, на что он честно отвечал, что ее он уже обаял. В 1973 году в семье Соломиных родилась Анастасия. Через несколько лет Виталий Мефодьевич позволил супруге сняться в фильме «Прыжок с крыши», где тоже был задействован. Правда, эта картина не имела успеха, но начало было положено. Следующая роль Марии в ленте «Двое в новом доме» едва не привела к разрыву. Соломин приравновал супругу к ее партнеру по фильму, красавцу Александру Абдулову. После чего он выдвинул условия, при котором она могла сниматься, но только вместе с ним. В 1979 году она сыграет роль сестер Стоунер в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Виталий Соломин был очень ревнив. Он мог не пустить жену домой ночевать, если она после работы засиделась в кафе с подружкой. Сам же актер пользовался благосклонностью женщин. У него завязывались отношения во время гастролей или на съемочной площадке. До Марии доходили слухи о его романах, даже не слухи, а детальное описание его увлечений. Роман мужа с актрисой Еленой Цыплаковой стал для молодой женщины настоящим ударом. Она не ожидала подобного испытания. Было больно, почти невыносимо. И тут уже она предложила мужу выбирать, потому что жить в неопределенности она просто не могла. Измученная ревностью, она закатывала истерики, выясняла отношения. Даже начала выпивать. И продолжала любить своего мужа. Увлечений Виталия Светланой Амановой жена актера перенесла менее экспрессивно. Но незаживающие рубцы остались в ее сердце навсегда. Она простила, потому что любила его. Сам же Соломин увидел в нерешительности и эмоциональности Марии ее мудрость и принял окончательное решение остаться в семье. После этого он очень не любил, когда в интервью ему задавали вопросы о его прошлых отношениях. С удовольствием он рассказывал только об одной женщине – своей Машеньке. В 1984 году у Соломиных родилась вторая дочь – Елизавета. Несмотря на свою слабость по отношению к красивым женщинам, свою семью Виталий Соломин любил беззаветно. Здесь он был непререкаемым авторитетом, а еще любящим, заботливым и очень внимательным отцом. Он не отказывался прийти в школу, где училась его младшая дочь, и провести урок по Чацкому, роль которого так блестяще играл в театре. Мог явиться по вызову учителя, несмотря на свою сумасшедшую занятость в спектаклях и съемках. Часто жесткий и нетерпимый по отношению к другим, с дочерьми актер был мягким и нежным. В детстве актер был лишен праздников, слишком сложное было время, когда он рос. Зато с удовольствием устраивал праздники для своих любимых женщин – жены и двух дочерей. Новый год был временем чудес. Он с удовольствием занимался покупкой елки, сам обзванивал друзей и знакомых, приглашая их на праздник, писал сценарии для домашних сценок, увлеченно выбирал для них костюмы. А вот 8 марта не признавал категорически и в этот день покупал цветы только для своей мамы, у которой этот праздник совпадал с днем рождения. Он не был сентиментальным человеком и никак не проявлял на людях своих чувств по отношению к жене. Но однажды, когда ей предстояла операция, дочь застала его у окна в слезах. Он и через годы любил свою Машеньку. Он был благодарен ей за женскую мудрость и безграничное терпение, которые сохранили их брак. И каждый день он благодарил судьбу за встречу с этой удивительной женщиной. Виталий Соломин завидовал Андрею Миронову, который скончался прямо на сцене и будто сам напророчил себе судьбу. Он играл в спектакле «Свадьба Кричинского», когда вдруг у него стал заплетаться язык. Перестали слушаться левые рука и нога. Виталий Соломин доиграл до конца первый акт, но как только закрылся занавес, он потерял сознание. Скорая помощь забрала его в институт Склифосовского. Целый месяц семья жила надеждой. Они верили и молились о его здоровье. Но даже операция не смогла вернуть его к жизни. 27 мая 2002 года ушел великий актер. Мария не находила в себе сил жить дальше без любимого. А потом он начал ей сниться, будто бы приходил утешить ее. Их счастье не было простым и безоблачным. Их едва не разметал в разные стороны океан страстей. Но пройдя с достоинством все испытания, они продолжали любить друг друга пылко и страстно, как в юности. Все наносное в их жизни со временем отпало. Осталась только любовь. Субтитры создавал DimaTorzok